В столице Чувашии продолжается региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников. На этот раз участники соревновались по направлению технология. Насколько сложными были задания, расскажет Юлия Важенина. Выткать ковер за несколько секунд можно только в сказке. В реальном же мире, чтобы расшить даже небольшую салфетку, нужно многому научиться. Это не понаслышке знают участницы Олимпиады по технологии. За три часа они должны выполнить задание практического тура, смоделировать изделие и сшить футляр для очков. Олимпиада по технологии существует уже порядка 20 лет. За эти годы выросл не только уровень сложности заданий, вырос и уровень самих участников. Они стали более социально ориентированными, они стали более информационно адаптированными, научно подкованными. В соответствии с этим очень приятно, что наш Чувашия, наш регион выходит ежегодно на Всероссийский заключительный уровень Олимпиады. Участников более 50. Все они знатоки предмета и призеры предыдущего этапа. Это полезно. Но если я буду работать с технологией, то я могу запросто себе сшить какое-то платье или другое изделие. Пока девочки шили, в соседнем кабинете мальчики резали фигурки из дерева. Ручное деревообработка – направление сильной половины участников Олимпиады. Их задача – сделать бобину для ниток. И если здесь требуются точные размеры, то декорировать можно, применяя собственную фантазию. Задание, в принципе, несложное. Опытный человек, в принципе, справится. Даже безопытный можно спокойно сделать. На изготовление данного изделия давалось два часа. За это время очень просто уложиться в изготовление данного изделия. И также в конце надо было выполнить художественную обработку. И это было выжиганием. В деревообработке соревнуются 18 участников со всей Чуваши. Это направление Олимпиады не такое популярное, как предыдущее, но не менее интересное и нужное. Умение работать с деревом пригодится и в жизни. Дети должны научиться работать руками, думать головой. У них должна быть сформирована техническая грамотность. То есть они должны выполнять эскизы, чертить чертежи и так далее. Соответственно, они должны научиться обслуживать себя. То есть то, что пригодится в быту. И теоретические, и практические испытания позади. Теперь участникам остается только ждать результатов. А лучшие из лучших отправятся представлять Чуваши уже на всероссийском уровне. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова